Друзья, будем продолжать работу. Ну что, я могу сказать, только кто подсоединился, давайте мы уже сразу с карьерой, представляться никто никому не будет. Я думаю, что здесь в основном собираются люди, которые все друг друга хорошо знают. Вот, поэтому вы слышали, друзья, этот репортаж мы не зря поставили, что монтаж идет, работа идет и в ближайшее время начнется монтаж уже легкой городской системе, как мы ее называем, Unibike. Вот, к тому времени мы в окончательном виде увидим уже эту машину, то есть видите, ее еще специально не показывали широкому. Вот она будет в Берлине показана впервые. Вот, соответственно, Unibus, который городской, он тоже будет продемонстрирован впервые в Берлине. Я бы хотел сейчас буквально остановиться и акцентировать внимание вот на нескольких, скажем так, цифрах, на нескольких понятиях. С учетом, что вы же понимаете, мы постоянно апеллируем к тем засланцам и, скажем так, информационной атаке, которая сейчас была вот на прошлой неделе на Unitsky, на проект, на Skyway, на всех нас, на меня в частности. Я лично к себе это определяю, потому что Skyway, когда называют лохотроном, а всех остальных лохами, значит, я лох, скоро уже буду с 17-летним стажем и, соответственно, один из основных лохотронщиков. От этого тоже, получается, никуда не уйти, потому что я рассказываю и начинал доводить информацию сейчас в команде, которая активнейшим работает по доведению информации и по привлечению партнеров в проект. Вот, с чем я в крайне, друзья, не согласен, я не согласен, что инженер Unitsky это сегодня жулик и мошенник, это на другое об этом представление, это гениальнейший инженер нашего времени, мы его между собой называем Леонардо да Винчи нашего времени, который действительно сделал концептуальную вещь. И я уже присутствовал при нескольких развитиях проекта и в 2001 году, когда строился первый экотехнопарк, и в 2009 году, и в 2013 году, и сейчас, когда мы опять строим и делаем. Поэтому, друзья, это очень непростая, сложная работа, когда идет внедрение, а особенно в транспорт, и вот, особенно когда еще очень конкурентная среда. Это раз. Второе, я себя не считаю лохом, потому что у меня достаточно образования, достаточно опыта для того, чтобы отделить, скажем так, вечный двигатель или определить то, что действительно под собой не имеет техническую основу и то, что имеет большие перспективы. И я не зря 16 лет всегда рядом с Юницким и занимаюсь этим проектом, потому что я в этом вижу очень большую перспективу. Вот, поэтому, когда называют лохами лохотронщиками, друзья, у меня есть что ответить. У Юницкого он сегодня ответил открытым письмом и в Министерство информации Белоруссии и всем этим засланцам, где четко описал и изложил свою позицию. Вот, дальше будет дальнейшее развитие, потому что за откровенную клевету и вранье надо привлекать к ответственности, поэтому будет еще и судебное разбирательство с такого рода врудами и, скажем так, как это называется, лжекорреспондентами. Но это, друзья, отдельная работа. Теперь давайте по ряду факторов, которые сегодня активно в компании работают. Вы слышали сейчас интервью главного конструктора по оснастке и путевой структур, который готовит монтаж. Соответственно, исходя из того, что полностью идет работа для начала монтажа путевой структуры и что в ближайший месяц, а какие-то работы, я надеюсь, еще и во время проведения берлинской выставки будут вестись. Соответственно, Алексей на предыдущей части говорил, это тоже надо никогда не забывать, что мы 15 июля только подписали документы и, соответственно, где-то в конце июля только зашли на ту площадку, на которой есть. То есть мы на ней находимся именно чуть больше года. За эти чуть больше года, чтобы было понятно, это брошенный танковый полигон, который зарос кустарником, полностью весь был. Сегодня это абсолютно культуренная площадка, там сидят тысячи фруктовых деревьев, там находится экотехнопарк, там все вспахано и засеяно газоновой травой. И при этом строится четыре одновременно путевой структуры, которые закроют весь спектр сегодня транспортных услуг. Так, для сравнения представьте, что если бы там строилось сейчас испытание, допустим, там скоростной железной дороги, где надо сделать насыпь или эстакаду, и, соответственно, как вот я сейчас езжу здесь по московской бетонной кольцевой дороге, ее расширяют в два раза, и уже год я наблюдаю, как строят ряд там мостов, тут всего три километра расстояния, расширяют ее в два раза, так и я по оценкам могу сказать, что они будут строить еще, наверное, года два или три. То есть год уже строят, и еще года три будут строить, хотя это что такое технология расширить дорогу в два раза. Вот она уже существует, ее надо просто расширить. И по мере того, как это ведется, вот уже год, вот они готовят там, где строят эстакаду, где перейти, где сегодня делают дамбы, дополнительные насыпи, шеет. Ну вот, я говорю, я просто это слежу каждый день, и эта работа еще не на один год. Я думаю, дай бог, чтобы где-то года за два, за три они уложились, вот так, хотя работы ведутся каждый день. Так вот, друзья, сегодня на Экотехнопарке демонстрируются четыре путевые структуры одновременно, четыре, то есть то, что закроет спектр. И вот эти юнибайки, которые возникли, которые первые сейчас продемонстрируются, этот концепт вообще возник меньше года назад, только в прошлом году, в июле его начали обсуждать, потом появились первые эскизы. Сейчас, друзья, машина уже находится, именно рельсовый электромобиль второго уровня, то есть который показывает концепт нового транспорта 21 века, он уже находится в Берлине, и он показывает новый концепт движения. То есть это то, что пойдет следом за автомобилем Тесла, потому что он демонстрируется двухместным сейчас в исполнении, дальше он может быть четырех, восьми, двенадцатиместным на этой же путевой структуре. Это тоже все будет продемонстрировано, но сам концепт продемонстрирован уже сегодня. И уже стоят все промежуточные опоры, и что самое интересное, друзья, вот я на прошлом вебинаре об этом говорил, прошу, друзья, еще на это очень акцентировать внимание и очень четко понимать, что когда был репортаж, потом на телемасту мы это показывали в субботу, когда Дарья очень так лаконично говорила, что установили две анкерные опоры, одна анкерная опора устанавливалась в течение часа, вторая в течение 20 минут. Чтобы было понятно, друзья, это основной элемент трассы, который принимает на себя нагрузку, и вокруг которой можно строить станцию, то есть это основной элемент, тот, который принимает нагрузку. Ну, как вы понимаете, станцию построить, там, не знаю, стеклянное здание, там, это никаких сегодня технически не представляет, это просто павильон, а вот то, что держит нагрузку, монтируется за 20 минут, то, что является основным элементом, вот это, друзья, очень интересная цифра, особенно, когда ее начинаешь накладывать на то, что эта трасса, вот Юницкий в своих репортажах показывал, что эта трасса легкого, как мы ее называем, прогулочного, городского транспорта, но она с пропускной способностью 200 тысяч пассажиров в сутки одной веткой. 200 тысяч пассажиров. Теперь приведу для примера, друзья, сегодня считается одной из выдающихся сооружений в мире и самой скоростной транспортной системой, это Московское метро. Я просто приведу вам цифры, чтобы вы понимали масштабность. Сегодня Московское метро имеет протяженность 292 километра. Вот. Значит, она, соответственно, максимум, она перевозит 9 миллионов пассажиров в сутки. 9 миллионов. В ней находится 13 веток. Значит, соответственно, если 9 миллионов на 13 веток, это значит, одна ветка метро перевозит в среднем 600 тысяч пассажиров в сутки. Друзья, 600 тысяч. Но, вы представляете, что такое ветка метро Московского? Если нет, кто был в Москве, приедите, посмотрите, что это такое. Это десятки станций. Это сегодня тысячи людей, которые это все обслуживают. И, соответственно, сегодня постройка одной станции, то есть один километр сегодня Московского метро обходится в 300 миллионов долларов километров. 300 миллионов, друзья. И строится оно несколькими десятками километров в год. Это просто по масштабу. Вот за все 70-летнее существование метро построено 292 километра. Вот. Там что-то около 400 станций, которые сегодня есть. Там еще можно проверить. Но, друзья, это для перевозки 600 тысяч пассажиров одной веткой. А у нас, друзья, одна ветка вот этого легкого юнибайка возит 200 тысяч. Цифры, понимаете, насколько сопоставимы? Значит, если мы построим три такие ветки рядом, или на одном столбе сделаем две, значит, уже 200 тысяч. То есть, в принципе, мы можем быть и на сопоставимый объем перевозок с московским метром. Но мы эту всю трассу промежуточные все опоры построили меньше, чем за 4 месяца, потому что их начали монтировать только уже в начале лета. А, соответственно, в октябре выйдем на ходовые испытания. Значит, в принципе, можно сказать, что при серийном строительстве эта ветка будет строиться. То есть, те же 292 километра полностью, сколько сегодня занимает все московское метро, можно будет построить менее, чем за один год. Менее, чем за один год. И которая будет обладать такой же попускной способностью. Я уж, друзья, побоюсь этого слова сказать, что она будет даже не в 100 и даже не в 200 раз дешевле, чем сегодня московское метро. Но сам момент, что основной элемент, который крепит и держит эту нагрузку, монтируется за 20 минут. Вот это, друзья, я считаю сопоставимой цифрой. Так вот, когда мы сегодня утверждаем, что это только Юнибайк, друзья. Я уж не говорю про путевую структуру, которая будет уже реально городской системой. У нее сразу вместимость будет сначала 12, потом 25, потом 50 человек. Она просто перекроет по пропускной способности московское метро. А вы посмотрите, как будет смонтироваться там путевая структура. Сейчас построены промежуточные опоры, сейчас построены две анкерные опоры. Естественно, друзья, это строилось чуть больше полугода, потому что это первое, это изучение, это смотрение, это изучение нагрузок и так далее. Это все-таки экспериментальное строительство. А дальше здесь у нас с Анатолием Дуаровичем идет, я вам честно могу сказать, очень такой серьезный научный спор. Вот, Анатолий Дуарович, как инженер, сегодня утверждает и держится за цифру, что одна бригада может полностью строить один километр в сутки готовой структуры. Значит, соответственно, если один километр в сутки, вот, друзья, все московское метро может быть построено за 292 дня. То есть, в принципе, меньше года и все, что строилось 70 лет и сегодня стоит, там, не знаю, там, триллиарды, не знаю, чего там, рублей или долларов, соответственно, может быть построено очень быстро и, соответственно, по другим ценам и с другими эксплуатационными затратами. Так вот, друзья, а вот здесь вот немножко футурологии. Вот то, о чем мы с Алексеем любим говорить, что сегодняшний наш юнибайк, чтобы вы понимали, ну, метро все представляете, да, вот под землей вот эти вот железные вагоны, которые ходят, трясутся, вот, полная, ну, я не знаю, там, если кто-то испытывает удовольствие от путешествия под землей, именно средняя скорость у нас в метро 41 километр в час, вот, а максимальная 90 километров в час, вот, соответственно, я никакого удовольствия от этого не испытываю, тем более от такого большого еще скучности людей и еще того воздуха, который сейчас в метро присутствует. Так вот, друзья, с точки зрения футурологии, как вы представляете, насколько можно сейчас модернизировать метро для того, чтобы оно стало соответствовать требованиям 21 века? С учетом того, что уже в метро сделали интернет, и если помните, что где-то в начале 2000-х был такой прикол по телевизору, что когда кто-то работал на ноутбук, заказывал, открывалось, приносили заказ, там, то, что он заказывал, там, бутерброд и так далее, вроде как стюардесса. Вот, и все это рассматривали как большой юмор. Сегодня есть интернет в метро, можно работать на смартфоне, можно работать на ноутбуке, даже можно, если что-то слышно, разговаривать по мобильному телефону, но дальше модернизация с точки зрения комфорта метро очень сомнительна, вот, хотя прогресс сейчас шагает очень и очень быстро. А теперь я вам, друзья, немножко расскажу о нашем юнибайке, что такое будет юнибайк, вот, который сейчас показывается на выставке в Берлине, под которого сейчас уже готова путевая структура, и который будет строиться с очень большой скоростью. Вот, вот, с какой мы сейчас научные споры с Анатолием Дуаровичем проведем, вот, и придем к какому-то согласованному, согласованной цифре, потому что, когда я озвучиваю цифру, как минимум миллион километров в год, Анатолий Дуарович с этим категорически не согласен, он говорит, что такие темпы, такого строительства на сегодняшний момент нереальны. Вот, а мне что-то, не то, что подсказывает, а утверждения, которые выкладываются в основу моих стран, я думаю, что миллион пассажиров, миллион километров в сутки, это еще цифра, которая, естественно, будет не сразу достигнута, ни через год, ни через два, но со временем, с постепенным увеличением, я думаю, что где-то в течение пяти-десяти лет мы можем выйти на скорость еще более высокий. Но это, опять же, друзья, это мы, дискуссионный вопрос, который требует именно экспертной оценки, но с рассуждением. Теперь смотрите Unibyte, вот, то есть это индивидуальное пространство, как мы с Алексеем ввели такое понятие MPS, Mobile Personal Space, то есть это индивидуальное ваше пространство, то есть это первые, как вы видите, эскизы, прототипы, в Берлине там несколько другая машина, но очень схожая, то есть она по аэродинамике напоминает карася, потому что карась это самое такое аэродинамичное тело, которое плавает в воде. Вот, соответственно, наш мини-байк очень сильно смахивает на карася. Так вот, с учетом того, что туда закладывается концепция, что можно вырабатывать электроэнергию велотягой и плюс еще рычагами, соответственно, он может двигаться со скоростью 60 км в час чисто на энергии, которую вы сами вырабатываете, чтобы было понятно, 60 это уже выше средней скорости метро. Средняя скорость метро 41 км в час, а вы 60 км можете двигаться только за счет велотяги. Если добавлять электродвигатель и аккумулятор, то скоростные возможности, заложенные в конструкцию юни-байка, это 150 км в час, то есть это 150 в автоматическом безопасном режиме, когда вы перемещаетесь. Теперь, друзья, с точки зрения возможностей, которые в нем есть. То есть там стоит ваше кресло, ваш, соответственно, стол и там, соответственно, стоит адаптированный под вас бортовой компьютер. Почему про бортовой компьютер сейчас очень важно говорить? Потому что в основном мы сегодня пользуемся либо ноутбуками, либо смартфонами. Их основная сегодня проблема – это вес. Потому что можно делать более мощные компьютеры, более мощные процессоры, аккумуляторы, но если ноутбук весит 5 кг, его не очень удобно носить. Соответственно, как вы понимаете, для нашего юни-байка вес в 10 кг компьютера роли не играет, потому что в среднем он будет рассчитан на тонну веса с пассажиром. Поэтому, в принципе, где-то 800-900 кг – не столь принципиальный вопрос. Так вот, представляете, насколько мощная бортовая система, компьютерная система там будет стоять. Второе – это аудио-видео-визуализация. То есть это с помощью процессоров полностью объемное изображение внутри. И аудио, то есть понимаете, что оно настроено чисто под вас, это идеальный звук. Поэтому это уже из юни-байка, сегодня мы ввели новое понятие. Сначала мы его предположили, что это будет смарт-кар. То есть, ну, понимаете, интернет-смартфон, приложение смарт-ап, и дальше, естественно, для транснета было предположить, что смарт-кар. Но когда мы стали анализировать и понимать, что это индивидуальное кресло, в котором вы сидите, именно эргономичное, которое обладает массажными свойствами и так далее, это микроклимат, то есть с кислородом, с ароматизаторами, именно с ионизацией, то есть создание индивидуального для вас микроклимата. То есть это уже получается как спа-капсула, но при этом оно еще с рабочим местом, с компьютером и, соответственно, со всей адаптированной под вас системой. Так вот, что интересно, друзья, сегодня все мировые производители, соответственно, интеллектуальных систем, то есть такие как IBM, Microsoft, Google, Facebook, они все сегодня занимаются созданием искусственного интеллекта. То есть что такое искусственный интеллект? Это мощнейшая операционная система, которая может адаптироваться под вас и быть вашим партнером. То есть быть вашим личным секретарем, который может выполнять ваши команды. Но все сегодня, быть переводчиком, соответственно, любые языки. Но, соответственно, все зажато сегодня, быстродействие компьютера, значит, он должен быть обладать определенным весом. И второе, это голосовое управление, то есть должна быть замкнутая система. Так вот, друзья, идеальное то, что мы сегодня делаем и то, что мы утверждаем, это идеальная система уже не юнибайка и даже не смарт-кара, как мы его предложили. Мы ввели новое понятие, это то, что, друзья, вы тоже слышите сегодня первый раз. Это юнибокс. То есть это ваше пространство, в котором вы находитесь, в котором находится мощнейший компьютер, который обладает мощнейшим искусственным интеллектом, потому что он вес неограничен. Я за 10, сегодня в 10 килограмм можно сделать настолько мощный компьютер, который предполагает. Второе, он включен в оптиковолоконную сеть, потому что у вас над головой находится рельс, внутри которого находится оптиковолокно. Так вот, друзья, это искусственный интеллект и вот эта вся система, Mobile Personal Space, это как раз и есть то, чем будет владеть каждый житель Земли через 10-15 лет. А, соответственно, дальше то, что мы с вами обсуждали, система трансформации. Когда вы в этом юнибайке, а теперь уже новое понятие юнибокс, потому что юнибайк это спортивно-прогулочная система. А когда она обладает мощнейшей интеллектуальной системой, аудио-видео, системой, настроенной по 21 веку, когда это мощнейший накопитель энергии, потому что там стоит мощная электробатарея и там стоит мощная память, которая обладает. Но сегодня трудно представить, какими объемами, на то, что это будет порядок больше, чем терабайты, это точно. Соответственно, это уже превращается в юнибокс и, соответственно, меняется концепт. То есть, когда вы находитесь дома и у вас юнибокс стоит дома, это ваше рабочее место, но когда вы говорите своему персональному секретарю о том, что вам надо переехать в Париж, то вы, продолжая работать, продолжая занимаясь, чем вы обычно занимаетесь, в этот момент ваш юнибокс перемещается, если он... У вас рядом проходит струна, значит, по струне, если нет, значит, он может перемещаться как юнимобиль, то есть с платформой от автомобиля. Дальше он перемещается по системе кенгуру, как уже индивидуальное купе становится юнилёд, и вы со скоростью 500 км в час перемещаетесь до Парижа, там вы перемещаетесь опять на струну и начинаете по Парижу в своём юнибоксе. Вот что, друзья, концепт, который мы заложили и который показывается в Берлине. Друзья, это очень трудно сейчас кому-то осознать с точки зрения именно перспектив, но это так же, как трудно было осознать, если бы я вам 20 лет назад рассказывал, что такое смартфон, какими функциями он будет обладать и какие приложения сегодня будут нам стоять. И вот, друзья, я сейчас задаю вопрос. Те, кто с нами спорит, я готов, друзья, провести открытый там вебинар или готов провести открытые дебаты в Перископе, что, друзья, с чем вы будете возражать, с чем вы говорите, мы делаем сегодня утопические или там какие-то вещи. Мы создаём то, что через 5, 10, 15, 20 лет будет пользоваться всё человечество. Мы создаём сегодня систему, которая втянет всего, наш Unibike, Unibike, а теперь Unibox, он втянет в себя всё. Он втянет в себя все операционные системы, которые разрабатываются, самые передовые. Он втянет в себя, он будет создаваться из лучших наноматериалов. Там создаются сегодня новые электродвигатели, он будет собирать электродвигатели, он будет ставить лучшие акустические системы, лучшие экосистемы. И всё, что, друзья, будет придумано, это всё в обязательном порядке встанет наш Unibox. Поэтому он становится как той точкой приложения, что вся наука, которая будет сейчас что-либо выдавать, этот наш Unibox будет в себя. Более того, начнётся целая гонка для того, чтобы разработать систему, которая будет нужна для Unibox. Почему это очень важно? Потому что Unibox будут пользоваться миллиарды людей, миллиарды. И, соответственно, себестоимость производства будет крайне низкая, потому что это очень технологический аппарат. Потому что он сделан из всех штампованных стандартных деталей, которые собираются и начинают из себя представлять уникальное пространство, в котором вы дома находитесь. Это ваше рабочее место. Потом это же рабочее место именно в системе Transnet перемещается из любой точки в любую точку. И, как мы уже говорили, друзья, оно ещё может и летать, если это будет в самолёте или вертолёте, и плавать, если это будет в системе катамарана. А всё это та же именно ваше индивидуальное пространство. И перемещаться в железной дороге сегодня. То есть это именно Unibox объединяющая система. Но, естественно, приоритет и самая дешёвая система – это струна. И здесь мы можем сказать, что объединяющий на сегодняшнем этапе, то есть мы ни с кем не сконфликтуем, со временем струна начнёт приоритет получать. Почему? Потому что это самое дешёвое и строительство, и эксплуатация. И здесь, когда, друзья, я слышу оппоненты или слышу вот этих вот горе журналистов, мне смешно читать, потому что они не понимают, о чём они говорят. Они сами с собой спорят, и когда мы говорим о том, что мы даём концепт, и именно этот концепт сегодня в Берлине продемонстрирован в виде готового образца, а дальше мы говорим, что, друзья, там будет искусственный интеллект, равным у которых сегодня нет, то я не понял, кто с кем спорит-то. У этих людей они даже не могут осознать то, о чём мы сегодня говорим, а они начинают с этим спорить. И поэтому, друзья, чтобы вы чётко понимали, тот, кто находится именно нашим партнёром, что мы сегодня уже и создаём, и создали на демонстрационном этапе именно основу, которая дальше начнёт развиваться и втягивать в себя все передовые вещи, которые только создаются. То есть сегодня искусственный интеллект IBM только начинает создавать, а мы говорим, друзья, а мы знаем, куда его поставить, потому что это будет каждый секретарь-оператор у каждого человека, у каждого, кто находится в, соответственно, юнибоксе. Видите, юнибайк я уже не совсем правильно говорю. Если вы будете в этом универсальном пространстве, где стереоизображение, именно по абсолютно новым сегодня технологиям, которые вводятся, там абсолютно новый звук, абсолютно новая экосистема, потому что она адаптирована под вас, и при этом вы ещё в информационном поле, потому что вы постоянно в системе оптиковолоконного интернета. Это новая наносистема, которая сегодня создаётся. Так вот, друзья, с чем я здесь спорить или что мы говорим, это мне не совсем понятно. И когда я читаю, особенно комментарии к статье в онлайнере, мне просто иногда смешно смотреть или даже спорить с людьми того уровня, который это комментирует. Так вот, друзья, а вот теперь по скорости. Так как сегодня это всё будет и производиться юнибоксы наши, и производится станция, и путевая структура будет через именно робототехнику, то сегодня сказать, с какими скоростями будет строиться, просто невозможно. Вот, я одно могу сказать, что когда будет создано первое поколение, там, тысяча роботов, сто тысяч роботов, которые будут строить и путевую структуру, и станции, и жильё, и сами производить эти юнибоксы, это будет одна скорость. Но по времени, я думаю, что не за горами то время, когда будет производиться сто миллионов и более таких юнибоксов, и, соответственно, будет строиться миллион и более километров в сутки. И всё это будет строиться в автоматическом режиме, и там не будет применяться ни одно, скажем так, кайло и лопата, или, соответственно, то, что сегодня строится при железной дороге. И вот, когда мы начинаем обсуждать и делать вот такими терминами, вы мне позволите сказать, что сегодня делается или что сегодня показывается неестественным или нереальным. Потому что путевая структура существует, юнибайк находится в Берлине, приедет, встанет уже в именно полевые испытания. Интеллектуальная система IBM создается, войдите в интернет. Все остальные видео и аудиосистемы для замкнутого пространства, они, друзья, есть. Нам осталось только объединить это в юнибокс, и мы это сделаем. В этом и заключается наша система объединения. Или у вас есть сомнения, что мы поставим туда уникальное кресло, которое будет эргономично и при этом будет выполнять функции массажного кресла, и это будет недорого. Или у вас есть сомнения, что мы поставим туда очень хорошую операционную систему, и тут мы с Алексеем буквально позавчера, когда обсуждали систему искусственного интеллекта, у нас прям родилась такая очень интересная мысль, друзья, прям сходу. Вот, что знаете, у меня дети очень любят смотреть фиксиков, то есть фиксики это маленькие, как бы такие человечки, которые живут в машинах. Вот, и мы задались вопросом, а кто же будет жить, друзья, в нашем юнибоксе? То есть это тот персональный оператор, которому вы будете говорить, закажи мне сегодня на обед, пожалуйста, такой-то там гамбургер, или там гамбургер мы едим, такой-то бутерброд, пожалуйста, мне такую-то еду, пожалуйста, набери мне там того-то, того-то, то есть он будет отвечать, делать, соответственно, компоновать вас маршрут, если надо заказывать гостиницу, это будет ваш личный оператор, который будет жить в этом юнибоксе. Вот, ну, как-то само собой решилось, что в нашем юнибоксе, наверное, будет жить юник, наверное, да, поэтому юник это та операционная система, это тот интеллект, который будет вашим персональным помощником. Вот, я думаю, что этого юника мы в ближайшее время увидим, то есть, во всяком случае, он визуализируется на нашем, наверное, апрельском фестивале, вот, чтобы его можно было увидеть. Ну, а чтобы вы понимали, друзья, это как раз то, и если вас интересует, что такое искусственный интеллект и что делает IBM, наберите в интернете, посмотрите, что создается. Сегодня они делают пока такие пробные шаги с юридическими вопросами, чтобы вы могли в любой вопрос задать, получить юридический ответ. Сейчас делают медицинские диагностические такие программы, которые сегодня работают, но все это будет находиться в нашем юнибоксе, это то, что мы сегодня, друзья, создаем, и то, что мы уже, друзья, показываем. И, соответственно, второй вопрос, отвечающий на скорость строения, построение это, то здесь я могу сказать, что скорость будет такая, которую мы сегодня предположить даже не можем, так как не могли предположить 20 лет назад, что сегодня будет миллиард смартфонов на Земле. Миллиард. Вот, соответственно, когда это все начиналось, то все думали, какой миллиард, как их можно произвести. Так вот, на сегодняшний момент мы стоим и мы запускаем этот механизм, и как раз 21-23 сентября в Берлине, друзья, это как раз старт того, когда это станет очевидно всем. Ну, а вы просто стоите чуть-чуть на шаг впереди, потому что те, кто знают нас, те, кто следят за тем, что мы говорим, потому что из того, что вы сейчас услышали, 90% еще нигде никогда не звучало, вот, соответственно, это как раз и есть та практикующая футурология, а дальше мы со специалистами сейчас начинаем спорить, возможно ли создать скайпринтер, который будет печатать скайпорт, то есть станцию на перевозку, допустим, 50 миллионов пассажиров в автоматическом режиме, не в сутки, а в год, в автоматическом режиме без применения, соответственно, человека. Вот нам сегодня некоторые говорят, что нет, этого создать невозможно. А мы сейчас, видя, как развивается технология Skyway, видя, как сегодня развиваются робототехники и каких роботов мы будем создавать, что-то подсказывает, что мы это можем сделать, как в свое время были созданы струнные принтеры, которые печатают, зная в каждой точке, что делать. Точно так же у нас будут создаваться скайпринтеры, которые будут печатать индивидуальные дома, которые будут сами строить эту трассу, которые будут создавать эти скайпорты, которые, естественно, по совместительству будут еще и крупными станциями. Это, друзья, то, что нас ожидает и то, что мы с вами сделаем. Но что самое интересное, это, друзья, уже демонстрируется, показывается. И вот с этим, с тем, что я сейчас сказал, друзья, я готов спорить. И вот здесь я, пожалуйста, выходите ко мне оппонентами и говорите, что искусственного интеллекта IBM никогда не создаст, что микроклимат в нашем Unibike, Unibox мы никогда не создадим, что создать 3D принтер, который будет создавать, структуру этого сделать невозможно. Друзья, я буду аргументировать и показывать вам, что это уже создано, работает, делает. Наша задача это объединить, создать и сделать единую систему, что мы, друзья, как раз делаем. И поэтому, когда мы говорим объединяем мир, мы объединяем и территории пространства, куда приходит Skyway, мы объединяем сегодня направление науки, потому что нам нужны сегодня все и новые металлы, и новые материалы, новые углепластики, новые двигатели. Все, что нам надо, друзья, все будет стоять в нашем Unibox. Соответственно, и новые компьютеры, и новые операционные системы, все, что, друзья, будет создано, самое лучшее и самое передовое, будет находиться в этом Unibox. А так как это будет массовое производство, то это, друзья, будет очень дешево и доступно всем. Ну вот, друзья, на этой ноте я передаю Алексею Суходою, он, как всегда, покажет свой взгляд на определенные вещи. Я самого с удовольствием иногда слушаю, потому что у него очень неординарный, оригинальный взгляд на те вещи, казалось, Благодарю, Сергей Анатольевич. Ну, дорогие друзья, сегодня такой вот у нас футурологический вебинар. Ну, это не какое-то отдаленное будущее, это ближайшее будущее, потому что эта технология, эта опорная точка у нас уже создана и будет показана в Берлине. То есть, еще когда Анатолий Эдуардович приводил сравнение с Тесла в виде юнибусов, то есть, более, еще мощное сравнение, я думаю, было бы, если сравнить вообще юнибайк с Тесла Model S, то есть, если там в 16,8 раз фактически больше эффективность наших юнибусов, то что будет по юнибайкам. И юнибайки, как мы позиционируем, дорогие друзья, это будет как сегодняшний смартфон. И вот я хотел бы рассказать свое видение, как я понимаю ту ситуацию, что мы создаем крупнейший бизнес, сопоставимый, более крупный, чем Apple и Google вместе взятые. Я это неоднократно говорил на переговорах, на различных встречах и так далее, но говорил это, знаете, как мантру, как то, что может состояться, но обоснования как такового конкретного не было. И в недавнем времени пришла идея, на самом деле, почему и Apple и Google потенциала мы сможем достичь. Вот только даже вот этих двух компаний, я не говорю про другие направления. То есть, что такое Apple, дорогие друзья, это в первую очередь уникальный дизайн, эргономичный дизайн и это iOS. iOS это та операционная система, которую на сегодняшний день не превзошли и Android ее не превзошел. Несмотря на то, что я являюсь пользователем Samsung, то есть Android, я все равно могу сказать, что iOS более удобная система. Так вот, сейчас я думаю, что логичным будет развитие новой транспортной индустрии, именно в создании новой операционной транспортной системы. И чтобы это был стандарт, новый действительно стандарт. И мы неоднократно говорили уже на вебинарах про пятое поколение технологий. Вот это, дорогие друзья, и будет нашим стандартом. И все технические параметры, и форма юнибуса, форма юнибайка, вот так называемый, вот недавно с Сергеем Анатольевичем тоже штурмовали мозгом. И есть такое понятие, как фрактал, то есть форма, которую нельзя менять. И почему форму юнибайка нельзя будет менять? Потому что это аэродинамика, это те технические показатели, которые мы будем закладывать. Если конкуренты захотят построить какую-то другую свою струну, какой-то другой подвижной состав, но это будет логика транспортного средства, то те технические показатели, которые достигнуты испытаниями, продувкой, они не будут достигнуты. И это будет менее эффективная технология, соответственно рынок не будет принимать эту технологию, потому что существует технология Skyway. То есть, что будет нашей действительно уникальной, нашей уникальностью и уникальной операционной системой. То есть, это в первую очередь, само пятое поколение, это никто не сможет на самом деле как-то скопировать, потому что это года разработок, это десятилетия разработок. И под, над высокоскоростным исполнением уже далее работают, то есть это гиперскоростное исполнение, это скорость 1200 км в час. И это то, над чем сейчас пытаются работать Hyperloop, но если они декларируют что-то там, пилят бюджет, зарабатывают, выставляют счета по зарплате, то сейчас Анатолий Эдуардович не только общепланетное транспортное средство уже еще более оптимизирует и улучшает, но понимая, что опять же технологические уклады не перепрыгнуть и чтобы на седьмой технологический уклад, как вот мы говорим про Spaceway, нужно соответственно максимально капитализировать шестой технологический уклад. А что такое шестой технологический уклад? Это Skyway и это все, что будет вбирать себя Skyway. То есть, когда я начинал заниматься этим бизнесом, я до конца не понимал, насколько это глобальный рынок и насколько много сфер и индустрии будет вбирать себя Skyway. И почему Android? Почему мы можем превзойти даже потенциал Google? То есть, Android это, соответственно, открытая операционная система для разработчиков, что у нас будет являться открытым для разработчиков, для дизайнеров, для промышленных дизайнеров, для различных производителей мебели, для различных производителей спортивных тренажеров, то есть, велокардиотренажеров, для различных производителей электроники, которую сейчас засовывают и в Tesla автомобиль, дисплеев и так далее, искусственный интеллект, то, что сейчас разрабатывает IBM, то есть, система IBM Watson, все это будет доступно в открытой нашей платформе, которой будет являться сам Unibike. То есть, форма будет неизменна, но внутреннее убранство и кто-то предпочитает сейчас ездить на BMW, кто-то на Mercedes, кто-то предпочитает Chevrolet, кто-то предпочитает Ford и люди будут желать перемещаться на своем транспортном модуле, соответственно, в том интерьере, в той привычной атмосфере, в которой они перемещались на автомобиле. И чем будут заниматься автопроизводители, то есть, огромная задача и огромные финансовые вливания происходят, естественно, если там сейчас вот как Mercedes GLS достигли коэффициента динамического сопротивления, как у Bugatti Veron, естественно, это аэродинамика, но аэродинамика здесь уже будет достигнута, ее невозможно будет превзойти. И, ну, я сомневаюсь, что появятся такие гении, такие гении должны были появиться более 39 лет назад, как Анатолий Эдуардович в ближайшие годы либо где-то скрывается, может быть, и не показывает свои изобретения подобные гении. Я сомневаюсь, что такие люди появятся в транспортной индустрии. И, соответственно, пожалуйста, открытый интерфейс, как мобильное приложение, вот Android. На Android можно разрабатывать различные мобильные приложения на ваш вкус и цвет, на ваши пожелания, на ваши потребности. Так вот, в Unibike внутри как раз-таки разработчики могут просто разгуляться. Это будет настолько расширять потенциал их рынка, настолько это будет создавать много новых стартапов, появятся совершенно новые направления маркетинга, рекламы. То есть вот мы, когда адресные проекты закладывали по тому же Челябинску, думали, что может увеличить капитализацию. Очень много рекламных направлений, то есть вплоть до того, что реклама, голограммы на путевой структуре, естественно, дополнительные площади, неиспользуемые на тот момент в самих станциях, под торговые площади и так далее и тому подобное. То есть от направлений Skyway действительно сформируется колоссальное количество направлений. И еще моя любимая тема тоже, почему Transnet, почему Skyway будет основой единой транспортной, энергетической, коммуникационной и социальной сети? Почему это вообще будет сеть? Потому что ваш Unibox и почему Unibox, почему вот в чате встретил вопрос, почему коробка, почему ящик? Потому что фактически это ваше уникальное пространство. И вот недавно я прочитал, что Илон Маск, нами всеми любимый, говорит, что вообще вот как бы космический корабль, который отправится на Марс, он внутри будет выглядеть абсолютно неэргономично, внутри он будет абсолютно без всякого дизайна. То есть это больше будет похоже на грузовой корабль. И, соответственно, на наш взгляд, так же будет выглядеть и гипертранспорт, и, соответственно, вашим уникальным пространством, вашим транспортным аккаунтом, в который вы будете входить в качестве пользователя, как сегодня вы входите в социальную сеть. И, как сегодня вы можете написать любое сообщение, вы можете переместиться из точки А в точку Б внутри транспортной сети. И это логика уже, что из, вот все циклично в развитии технологий, то есть из логики виртуального перемещения внутри сети, то есть общения в социальной сети, все-таки мы сейчас подходим именно к реальному общению. И, естественно, все планерки, все встречи и так далее, если они не требуют человеческого контакта, мы будем проводить именно в нашем юнибоксе, общаясь с нашим собеседником, буквально на стекле будет проецироваться его изображение, как сегодня мы общаемся по скайпу, но это будет происходить без отрыва от нашей повседневной жизни абсолютно. И в чем замечательно, вот я искренне перед собой в первую очередь, стараясь сейчас вклинить свой распорядок дня спортзал, не всегда удается, и если удается вклинить спортзал, то не всегда удается побегать на беговой дорожке, потому что это как минимум 20-30 минут. Так вот, юнибайки, это будут как раз-таки те самые велотренажеры, те самые беговые дорожки, и вы перемещаясь из точки А в точку Б, сможете давать нагрузку на свои ноги, руки, то есть давать кардионагрузку, и это как раз-таки будет решать ту проблему глобальную, которая в Америке наиболее актуальна, в Великобритании наиболее актуальна, это ожирение. И еще такая серьезная проблема, тоже вот подслеживаем новости, то, что август вообще 2016 года стал самым жарким, то есть за всю историю августа с 1901 по 1980 годы на целый градус фактически повысилась температура. Это говорит о проблемах глобального потепления. Если говорить про дикую природу, про животных и так далее, то можно сказать, что за 25 лет уничтожено 10% дикой природы. И кстати, активное участие в этом предприняли также высокоскоростные дороги, различная прокладка традиционных автомобильных дорог. Наш же транспорт будет проходить на втором уровне, никакого вреда животным он не будет наносить. И соответственно за 25 лет 10%, естественно это все развивается в геометрической прогрессии, то есть за 50, за 60 лет это будет 20-25%, а собственно чем потом будет питаться человечество, то есть если не останется животных, я не говорю про вегетарианцев и так далее. То есть какие сельскохозяйственные продукты мы будем использовать, если почвы невозможно будут к возделыванию, так как они большей частью будут скрыты под высокоскоростными трассами, под автомобильными дорогами. То есть это вопрос достаточно открытый. Ну и наконец то, к чему сегодня приближается человечество, это электрификация транспорта, то есть это естественно все сейчас позиционируют, что появится электромобили, появится искусственный интеллект в электромобилях, но если мы говорим про искусственный интеллект, то можно говорить такое вот очень интересное сравнение было в одной из статей, что через пять лет система автомобильного искусственного интеллекта станут стандартом, особенно в следующих категориях. То есть это интерфейс информации, развлечения, включая распознавание речи, жестов, например почерка, вот как сегодня на смартфонах мы это видим, направление взгляда, то есть виртуальные помощники, нейроинтерфейсы, интерфейсы естественного языка, голосовое управление и естественно то, что сейчас уже используется в наших юнибусах, юнибайках, то есть это специальное машинное зрение, включая радары, оценки состояния, вообще вот самого транспортного модуля, оценивать состояние водителя не нужно будет, потому что у нас не будет водителя как такового. И все правильно говорится, дорогие друзья, но как раз таки это говорится только в логике транспорта первого уровня. И замечательно, что на сегодняшний день никто не закладывает это в логику транспорта второго уровня. То есть мы создаем действительно революционное, эволюционное направление. Замечательно, что за ним на сегодняшний момент активно так никто не следит. Ну а чтобы подытожить, для того, чтобы понимать, каким образом мы будем в том числе в качестве дополнительных средств реализовывать наши торговые сделки по активам уже, по будущим акциям, то активно мы следим за направлениями финтех, то есть это блокчейн. И если говорить про эту новость, тоже очень люблю это направление, то буквально вот неделю назад, даже меньше недели назад, 8 сентября между компанией Орнуа, то есть это сейшельская торговая компания и производителем молочной продукции произошла сделка. И вдумайтесь в цифры, та сделка, которая обычно проходит 10 дней, прошла за 4 часа. Это технология блокчейн, это криптография, это то, что на сегодняшний день изучают современные финансовые организации, институты и современные банки. Все это произошло через транзакцию Barclays Bank. Так вот, если говорить про финансовую революционную составляющую, то такую же революционную составляющую мы создаем, закладывая то обилие инфраструктуры, то обилие технологий, которые будет порождать технология Skyway. И то же самое, как когда-то приходил Wi-Fi 3G, 4G, либо просто Ешечка, которую мы видим на наших мобильных телефонах, то есть слабенький, слабенький сигнал. Но как только он приходит, мы можем зайти в наш смартфон, соответственно, скачать, обменять информацию, либо переслать информацию. Точно так же, как струна придет куда-либо, соответственно, придет вся инфраструктура, придет энергия, энергетика, придет и Wi-Fi, естественно, и начнет осваиваться сама территория, начнется развитие инфраструктуры для, естественно, благополучия, в первую очередь, человека. И в этом мы идем в разрез, можно сказать, с теми футурологами, которые говорят про искусственный интеллект, как основу всего и вся, но нужно помнить, что все эти средства все-таки создаются для людей. И в то время, как создают уже, ну, таких вот подвижных, с мягкими тканями роботов, мы создаем тех наших транспортных, электронных друзей, то есть френдов, которые действительно станут неотъемлемой частью каждого человека через пять лет. И то, что Анатолий Эдуардович говорил про именно такую глобализацию и сокращение нефтяного потребления на 6 миллиардов тонн, это может быть достигнуто абсолютно, потому что даже если закладывая вот то, что прогнозируют про электромобили, там прогнозируют 40-45 процентов будет заменено на электромобили, даже если закладывать 20-25 процентов, то есть половину, то этого будет абсолютно достаточно, чтобы нефть направлять на нефтехимию, на те индустрии, на которые она и должна, по идее, направляться. И это будет не то, что решением, никто не знает, насколько уже наоборот ускорены процессы глобального потепления, но это фактически хотя бы затормозит эти процессы и человек сможет прожить несколько больше, чем ему отведено на, ну именно вот в плане человечества на земном шаре и уже перемещаться не только на транспорте с двигателем внутреннего сгорания, на ракетах, но и уже на транспорте на основе струнных технологий. Вот такой вот небольшой футурологический монолог, дорогие друзья. Сейчас мы будем, естественно, с одобрением Анатолия Эдуардовича все больше проводить аналогию с теми моментами, которые мы допускаем и предполагаем, но естественно рассудит только технология, рассудят реальные заводы, тот объем юнибайков, который будет выпускаться и тот объем рынка, то ту скорость строительства, которую мы достигнем. Но на наш взгляд это будет в будущем уже в самом ближайшем значительно больше одного километра в сутки, потому что все абсолютно предпосылки для этого есть и, собственно, так же, как когда-то рассчитывалось развитие интернет, строительство мобильных вышек Транснет и Skyway будет развиваться значительно быстрее. Ну и, собственно, тех, кто слышал о нашем проекте в первый раз. Вообще вот такой удар футурологии произошел в первый раз. Мы искренне надеемся, что хотя бы чуточку было понятно. Рекомендуем зайти в личный кабинет, хотя бы просто зарегистрироваться, либо посмотреть те пакеты на сегодняшний день обязательств, которые можно инвестировать. Сейчас мы находимся на седьмом этапе, но уже после выставки инотранс, это будет ускорение развития и, соответственно, уже ближайшая смена дисконта. Какой это этап будет, покажет только результат выставки инотранс, но что-то мне подсказывает, что будет сильное и значительное ускорение инвестиций. Строй Skyway, спасай планету и дай дорогу в мир Транснету. С вами Сибиряков Сергей Анатольевич и Скодоев Алексей. До скорых встреч. Спасибо, Алексей. Спасибо. Ну видите, сегодня мы так интенсивно уже, когда на тролли не отвлекаемся и, так сказать, начинаем рассказывать именно то, что хотим донести, то, видите, это несколько по-другому. И все-таки мы давно к этому подходили, вот ту информацию, которую мы сейчас даем. Друзья, зачастую, когда читаешь и отзывы, и комментарии некоторых, то просто вот эти вещи даже не то, что не хочется говорить, а если люди не в состоянии понять, о чем мы говорим, то зачем тогда о чем-нибудь поспорить. И сегодня, когда там начинают умники рассуждать, с какой скоростью будет строиться, там еще, вот мы, опять же, я говорю, очень осторожно и по-разному подходим с точки зрения, с точки зрения именно самой технологии. То есть, вот сегодняшними возможностями и так, как есть производственная база, производственная техника и так далее, это будет один темп строительства, это будет одна логика. При развитии других производственных мощностей, именно роботизированной техники, которая будет и производить сами юнибоксы, и строить станции, и строить линии, то, конечно, скорость это будет совсем другая. И на сегодняшний момент, с учетом того, что все идет в направлении, что это будет именно автоматизированное строительство, именно с точки зрения робототехники, то скорость сегодня даже нельзя оценить. Мы можем определенными, там, скажем так, экспертными говорить методами, сколько это будет строиться, но точно сейчас мы, я говорю, постоянно будем эту цифру корректировать, мы постоянно будем, как бы, там, логику какую-то доводить и делать, но то, что через, там, 10-15 лет, там, как минимум треть населения Земли будет иметь свой юнибокс, вот, соответственно, мы с вами, начиная с Берлина, начиная с, вот уже со следующей недели будем реально это делать и с вами участвовать. И поэтому весь вопрос, вот, исходя из того, что, там, нашим оппонентам, когда мне говорят, вы, там, фантазеры, вы делаете какие-то несбыточные вещи, вы сделаете то, что никогда не будет, вот, вот здесь вот я как раз, друзья, отвечаю вопрос, что? У вас есть сомнения, что IBM сделает искусственный интеллект или Google сегодня разработает новую операционную систему, которая будет работать с голоса и в автоматическом режиме переводить на все языки мира. Вот что-то мне подсказывает, что нет, что это вопрос считанных, там, даже не лет, а месяцев, потому что письменный переводчик уже более-менее сносно работает. Голосовой переводчик, он требует только больших скоростей интернета и больших накопителей памяти, вот, и я уже говорил, что когда сегодня речь идет о двух терабайтов карточки, которая вставляется в смартфон, то это, конечно, уже впечатляет и цифры, и объемы. Вот, что еще такого необычного? Новые материалы, новые двигатели, новые аккумуляторы, это все сегодня развивается с такой скоростью, что, вот, другое дело, что сегодня Юницкий создал концепцию, мы показали Юнибайкам, то, что это все объединяет, и мы говорим, что операционную систему надо делать для замкнутого пространства, именно для Юнибокса, именно для МПСа, Mobile Personal Space, то есть, индивидуального передвижного пространства, которое является каждым жизненным пространством каждого человека, что трудно поставить эти Юнибоксы в Юни-Леты, там, 10, 20, 100, 500 штук, и они как индивидуальное купе, мы же постоянно с вами говорили, что Skyway это перемещение первым классом самолета, а что такое сегодня первый класс самолет? Это индивидуальное купе, то есть, когда, и, а здесь у каждого будет возможность или так на самолете ездить на поезде, плавать на пароходе и, не важно где, но в своем боксе, поэтому, более того, этот бокс трансформируется в джип, если при необходимости, если вы снимете со струны, поставите его в платформу джипа, мы в ближайшее время покажем, как это будет выглядеть, сначала с точки зрения анимации, а потом у практики, соответственно, вы можете перемещаться в своем джипе, тут мне пишут, а если я хочу за грибами, пожалуйста, вы приехали в своем Юнибоксе к лесу, куда подходит струна, дальше на станции вас переставили в джип, и вы поехали дальше на своем джипе, точнее, даже не джипе, а в платформе, которая есть, то есть, это мы назвали Юнимобиль, то есть, что здесь такого, или что здесь необычно, там, две недели назад, когда был в Новосибирске, мы учили наш Юнибайк летать, когда он будет цепляться к вертолету и может стать вертолетной платформой, точнее, стать кабиной в вертолете, что здесь такого технически сложного или невозможного, или если это будет вставаться в катамаран и перемещаться уже там под парусом, или с водометным двигателем, то есть, вы можете в нем плавать, что здесь опять такого, другое то, что дело необычно, да, это действительно новый концепт, это действительно новое направление, но мы говорим, что мы запускаем новое направление в автомобиле строения, а для нас это важным очень моментом является, что струна это составная часть, но струна это самое дешевое строительство дороги и самая дешевая эксплуатация. Вот здесь вот Константин, который, тут систему с нуля управления, я могу сказать, что Константин уже создан, уже работает, то есть, тут это не то, что сможет не с нуля, уже создана система автоматизации промышленного зрения, уже все работает, я вам просто могу сказать. Так вот, смотрите, опять же, это ответ Константину, который по поводу метро, который говорил, что метро, сколько везет, я же не зря дал для сравнения, что сегодня метро 13 ветками, везет 600 тысяч пассажиров в сутки, соответственно, можно перевезти на час, на минуты, вот, а наша пропускная способность 200 тысяч, но я же еще раз сказал, что сегодня 242 километра метро построено, поэтому для того, чтобы юнибайки везли такое же количество, надо их построить просто 700 километров, ну или 720, умножайте 242 на 3, значит, соответственно, если их будет в 3 раза больше, значит, вот, а если в 5, а если в 10, соответственно, сетка таких дорог, она должна проходить через каждую улицу, что не может сделать метро, и со временем, когда эта сеть будет развиваться, она будет везти больше, чем метро, потому что километров будет не 240, а будет 2040 километров по Москве, а со временем 25 тысяч километров по Москве, соответственно, тогда пропускная способность и такие скученные станции, они будут просто не нужны, то есть сегодня для того, чтобы сесть в метро, надо иногда проехать несколько остановок на автобусе, чтобы потом спуститься, а потом еще несколько остановок на автобусе, чтобы добраться до нужного места, а не легче ли, чтобы транспорт подходил к каждой системе, вот поэтому по мере развития, а логика линейных городов, ну про это мы будем говорить, она вообще убирает такую необходимость, поэтому это вообще перемещение в любую точку без пробок и без задержек с заданной скоростью. Поэтому это, друзья, тоже то, что сегодня развивается, делается, и мы это будем рассказывать, показывать. В этом и есть задача нашего именно коллектива, нашей команды и Skyway Capital, и RSV, в том, чтобы нести информацию, показывать, рассказывать и, соответственно, несколько приоткрывать то, что происходит. Да, это не просто, друзья, очень многие не в состоянии понять, вот даже когда смартфоны появились, они уже были ими пользовались, но не все люди могли осознать, что они делают. Со временем все больше и больше людей переходит на смартфоны. Почему? Потому что это удобно. Они дают много функций, которые просто кнопочный телефон дать не может. Поэтому сегодня смартфон иметь удобно. И второй вопрос, они по цене стали настолько доступны, что его может позволить себе каждый студент, и школьник, и пенсионер, и просто по градации цены они разные. Точно так же смартбоксы, они будут минимальной комплектацией, естественно, это будет одна цена. Максимальная комплектация будет, цена определяться только вашей фантазией, чем он будет отделан внутри, какие функции он будет обладать, но то, что они будут предлагаться именно как опция, как приложение, все больше и больше. И все производители, которые сегодня делают определенные роды услуги, они будут стремиться для того, чтобы ту функцию, которую они предлагают, или приложение, которое будет для нашего мобильного андроида, мобильного аккаунта, мобильного персонального пространства, юнибокса, то есть это целая череда названий одного и того же, как мы уже привыкли, юнибайка, чтобы это было там востребовано, и туда можно было это установить. А за счет того, что они будут производиться в большом количестве, значит, соответственно, это будет крайнее удешевление, и те функции, которые сегодня кажутся элитными, то есть такое, как объемный звук, объемные изображения, индивидуальный помощник, персональный секретарь, то есть сегодня это могут позволить себе не все. Так вот, у нас этим юником будет оснащен, соответственно, каждый юнибокс, и, соответственно, этот юник будет жить в каждом юнибоксе, и каждый будет пользоваться этими услугами, и это станет доступным каждому. И, соответственно, то, что мы это создаем, делаем и запускаем, мы сегодня открываем двери для сотрудничества со всеми, как я уже сказал, и кто создает новые операционные системы, пожалуйста, друзья, мы открыты, делайте и в наш юнибокс будем устанавливать только лучшие и наиболее проверенные. Тот, кто занимается новыми наноматериалами, пожалуйста, нам нужны сегодня и теплопроводящие новоматериалы, чтобы этот юнибокс был зимой, днем было не холодно, летом не жарко, чтобы он был прочный, дешевый. Пожалуйста, все, кто создает новые материалы. Про двигатели, друзья, там электродвигатели, еще сегодня говорят, тоже очень много. Пожалуйста, какой лучший двигатель будет создан, тот будет сюда поставлен. Генераторы, кресла, все, что сегодня делается, друзья, это абсолютно открытая система, поэтому, когда мы говорим, что мы объединяем мир, мы действительно сегодня создаем платформу, которая показывает направление, которая объединит всех. А с точки зрения нас, как обычных потребителей, друзья, я хочу себе уже иметь такой юнибокс, в котором я, сидя, могу перемещаться со скоростью 500 км в час в любую точку мира со временем 1250 км в час, чтобы у меня была мощнейшая операционная система, неограниченное количество памяти, чтобы при этом я еще мог крутить педали, заниматься спортом, чтобы при необходимости я мог спать и делать все, что надо. Поэтому, друзья, я такой юнибокс себе уже хочу, чтобы у меня еще был юник-помощник, который все запоминал, ничего не забывал, помогал мне, соответственно, в каждодневной работе, что куда отправить, что где купить, кому что написать, соответственно, что где заказать. Поэтому я думаю, что, друзья, эта жизнь будет просто интереснее, которую мы сейчас создаем, чем сегодня. Так же, как, друзья, я могу сказать, что сегодня жизнь со смартфонами стала несколько другой, чем той, которая была до смартфона. Если кто-то будет меня убеждать в обратном, то я, друзья, просто в это не поверю. Ну вот, друзья, обычная фраза, которую в конце мы говорим, что за последние 15 лет жизнь изменилась радикально. Сегодня мы должны привыкнуть к мысли о том, что за ближайшие 15 лет жизнь изменится еще более радикально. Если интернет убрал границы между информацией, сегодня можно из любой точки мира в любую точку мира и пообщаться, и передать информацию, и даже поговорить в видеосигнале по скайпу бесплатно, то в ближайшем будущем Транснет у нас откроет новые возможности, когда можно будет, не вставая со своего рабочего места, не вставая из своего любимого кресла, общаясь со своим любимым юником, перемещаться из любой точки мира в любую точку мира. И тут спрашивали про вопрос, сколько это будет стоить. Я думаю, что цена будет очень быстро приближаться к нулю. И я не исключаю то время, что перемещаясь из любой точки мира в любую точку мира, вы будете перемещаться бесплатно. А при этом, если вы будете еще вырабатывать электроэнергию, то есть Теперь, кстати, цифра такая, чтобы точно понимали, что это очень важный момент, что когда будет перемещаться миллиард юнибайков, юнибоксов, и каждый будет двигаться со скоростью 60 км в час на своей электроэнергии, то есть вырабатывать, то этой энергии для того, чтобы двигалось такое количество электромобилей, надо будет построить 47 атомных станций проекта Чернобыльский АЭС. То есть, чтобы вы понимали, масштаб какой-то, количество электроэнергии не будет выработано и сожжено, а это то, что можно вырабатывать самим, находясь в этих юнибанах. Ну, естественно, как мы говорили, целый комплекс возобновляемой энергии. Так вот, друзья, это время мы сегодня строим, эти технологии мы сегодня создаем, мы их начинаем уже демонстрировать, то есть это не какие-то заоблачные утопии, а это уже сегодня в Берлине монтирующийся образец, а в октябре ходовые испытания. Поэтому, друзья, для нас будущее это не какая-то непонятная вещь, мы создаем, мы знаем, мы делаем финансовый механизм, который позволит еще на этом и зарабатывать. Это венчурное создание компании, это венчурная капитализация интеллектуальной собственности, которая сюда закладывается. Поэтому, друзья, это активно развивающаяся система, поэтому я думаю, что вместе мы и сделаем, и построим, и создадим, и будем еще этим пользоваться. Ну вот, друзья, строй Skyway, спасай планету. Поэтому завтра мы будем с Михаилом Кириченко делать ряд репортажей по футурологии, вот с Антонием Дуаровичем тоже будем участвовать. После завтра большая у нас конференция в Канновере именно с немецкими инвесторами бельгийскими. Ну а на следующей неделе, друзья, это, конечно, Берлин, это инотранс. Не знаю, как в следующую среду и Алексей, и я, мы будем там как раз, это 21 число будем в Берлине. Поэтому, если получится, то мы проведем вебинары, если нет, то будет просто прямая трансляция в Перископе, поэтому вебинар тогда заменим на трансляцию с Перископа. Просим наш извинить, наверное, это первый раз, когда мы вам не обещаем, что вебинар будет проведен в любых условиях. Хотя, друзья, постараемся провести прям с инотранса, прям с выставки вебинар для наших наиболее, ну скажем так, активных. Продолжение следует...